Дай почитать. Публикация немого Онегина началась в московском комсомольце осенью 2017 года и закончилась летом 2019. Вышло 25 частей. Начало романа о поэме вызвало у некоторых читателей обиду за Пушкина и Татьяну, раздражение и даже гнев. Минкина очень взмутил отзыв членши Союза журналистов России по высказанию самого Минкина. Не скрой, дорогие слушатели, я в некотором смысле на стороне этой самой членши. Как бы почтительно я не относилась к журналисту и театральному критику Александру Минкину. И это мое личное мнение человека, читателя и профессионала. Минкин спорит с Белинским и с его утверждением, что Евгений Онегин – это энциклопедия русской жизни. Нет, говорит автор, энциклопедия чувств и мыслей одного гения по имени Пушкин. Минкин настаивает, что в романе нет никакого действия. Есть разговор на лавочке «Дуэль» и последняя сцена. Почему же, спросите вы, это всем нравится и все это читают? Ответ прост. Все читают, говорит Минкин, про Пушкина, а не про Онегина. Конечно, я обсудила эту книгу с коллегами, в том числе и с пушкинистами. Благо, они есть в нашем краю авторитетные и чрезвычайно умные. Им понравилось. Но я консервативный человек и под фразой «А жаль, что Таня не дала Жене» при всей своей демократичности подписаться не могу. Никто не свят, но изображать гения и его гениальное творение, как пошлость, увольте. Это отвратительно. Но очень надеюсь, что студенты-филологи прочтут и немой Онегин Минкина, и комментированное чтение, и Евгения Онегина в подлиннике 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!